всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал мы в днепре нажил массиве северный и сегодня посещаем парковый комплекс иконы божьей матери храм является излюбленным горожанами местом молитвы и отдыха здесь прекрасно можно провести целый день со своей семьей здесь есть современная детская площадка удобная охраняемая стоянка для автомобилей сосновый лес ландшафтный парк и мини зоопарк я уверяю что вы получите полноценный отдых для всей семьи сосновом лесу на светлой поляне находится удивительный храм иверской иконы божьей матери храмовый комплекс расположен на том месте откуда появились истоки христианского православия преднепровья и первое что мы видим это парковочку для велосипедов поэтому добраться сюда можно не только на 43 и 37 маршрутки обратите внимание на дизайнерское решение для того чтобы не росли сорняки клумбы красиво украшены шишечками на территории церкви летом должен работать фонтан окруженный эффектами света и музыки но почему-то он не работает фонтанчик находится среди четырех часовен в честь святой веры святой надежды святой любви и святой софии старину на месте храма находилась древнее поселение городище старая самарь и вблизи него была построена новобогородицкая крепость здесь же жители жил массива северный часто набирают священную воду поэтому можете взять с собой бутылочку само здание храма и весь ансамбль около храмовых построек выполнены византийском стиле храм очень красивое сооружение из красного кирпича с мраморным алтарем и белым мраморным престолом в убранстве храма нет ни яркости не пафоса не роскоши только спокойствие и благородство для создания икуна стаса использован ранее не применявшийся православной культуре полудрагоценный камень розовый оникс который был привезен из ирана из истории мы знаем что древние города имели золотые врата а наш город имеет удивительную святыню северные врата с 1 мая по 1 октября в храме работает купель которая дает возможность полного погружения даже взрослого человека при крещении высота храма 29 метров на территории данного парка скажем так находится небольшой зоопарк раньше он был конечно намного больше но наверное тяжело содержать зверюшек поэтому сейчас здесь остались птички павлины в этом домике мог бы жить человек но тут живут два брундучка чип и дейл сегодня сильно жарко поэтому они в домике а еще здесь есть целый вольер с павлинами теперь вы догадываетесь для чего нам нужен был хлебушек вот развлечения деткам есть несколько выходов внутренний дворик церкви окружен веселыми фонариками с иллюминацией в храме находится чудотворная икона божьей матери иверской написанная в москве по благословлению святейшего патриарха алексея 2 храм еще называют северными вратами города в современном понимании это значит духовные врата которые открыли жизнь во христе для многих людей а сейчас я вам покажу солнечные часы если ваш ребенок уже достаточно взрослый и разбирается во времени обязательно почитайте в интернете инструкцию как ими пользоваться огромные необычные солнечные часы показывают самое настоящее время а во дворце церкви есть телескоп только нужно знать еще как икона стас в самом храме выполнен из полудрагоценного камня оникса как я уже сказала ариазная вязь и лепка покрыта сусольными золотом стены и полы храма одеты в лучший итальянский камень для храма одновременно работали несколько иконописных мастерских в москве салониках и в киеве икона божьей матери иверской было написано на святой горе афон а иверия это древнее название грузии ну что будем кататься на велосипедах ты понимаешь что в них дашь мы стояли как клубочка цепочки котик ходит очень красиво в этом парке и зимой он весь сверкает на него одевают гирлянды как зимний наряд здесь тоже наверно бассейн должен быть очень красиво наш дневник такой красивый а здесь у нас кто живет кто-то здесь живет тоже куку кто в домике живет там кто-то мохнатенький там спит лежит если вы видите попробую сейчас увеличить видите кто-то там лежит и перемещается по вот такому домику с туннелем то есть довольно таки просторные жилищные условия еще одно развлечение для деток покормить енотов именно им достались такие апартаменты еще пять лет назад здесь был самый большой уникальный своего рода зоопарк который назывался лори парк но к сожалению его поглотил большой пожар настоятель храма отец николай сумел собрать здесь на радость всей окрестной детворе уникальную коллекцию экзотических птиц и обезьянок обитателей этого лори парка он привозил со всего мира здесь были белоснежные павлины варанды бурундуки еноты туканы редкие виды попугаев несколько семей миниатюрных мартышек подобных коллекций в украине не было и нет а доступ зоопарк был и есть для всех абсолютно бесплатный а вот содержать животных церкви помогали меценаты местные жители приносили сюда раненых птиц собирали зверьков от которых отказывались хозяева а здесь их выхаживали пожар в вольерах начался около полудня и совершенно внезапно со вспышки как утверждают очевидцы и хотя пять машин со спасателями прибыли довольно таки быстро и огонь за час удалось ликвидировать но лори парк был уничтожен погибли около 60 редких попугаев семья зеленых мартышек в парке ангелов храма очень красиво весной и летом именно в это время здесь растет изумрудная трава цветут южные растения наряжаются цветочные клумбы и каждый год в храмовом парке зацветает магнолия очень редкого сорта обычно цветение этого редкого и необычайно красивого растения приходится на большой православный праздник день празднования входа господа в Иерусалим романтичное украшение церковного двора это кованая карета посещение которой стало еще одной из традиций для молодоженов а дело в том что в ней есть почтовый ящик для писем святым Петру и Февронии покровителям супружеской жизни чья память почитается православной церквью 8 июля влюбленные и вступающие в брак пишут свои молитвы и пожелания на открытках с надеждой для получения небесного благословления а зимой эта карета везет маленьких золушек на бал золушка уже приехала во дворец золушка это я золушка похоже на березу может быть даже березу какая-то декоративная невысокая чарелая смотрите цветочки эти какие красивые все цветы розовые и белые и синие на территории парка расположена небольшая торговая точка где вы сможете купить напитки, чтобы удовлетворить жажду. Во всем парке есть множество скамеечек, поэтому вам самим выбирать сидеть возле хвои или возле пальмы. На каждое Рождество территория храма наряжается миллионами огней, среди которых можно разглядеть разных животных, сельские домики, огненные деревья и пламенные слезы. Возле главного входа мерцает нарядная большая елка, а возле церковной стены устраивается вертеп и сказочные представления для детей и взрослых. Ну что, мы уже передохнули, надеюсь, вы тоже, а у нас еще впереди обзор детской площадки и лес. Двигаемся дальше. Вот такая вот детская площадка сразу, как мы вышли. Не знаю-ка на Луне. Площадка, конечно, уже старенькая. Удивительно, почему ее до сих пор не покрасили. Но довольно-таки информативная, интересная, с безопасным покрытием мячем. Я думаю, что если ее немножко освежить, будет все хорошо. Ванюша, ты куда пошел? Отдельно стоит отметить дорогу для катания на роликах, самокатах, велосипедах. Так что ваш ребеночек может спокойно сюда брать любое средство передвижения. Ему здесь будет очень комфортно. Ну и как я уже говорила, тут же сразу лес, очень хороший воздух, сосны. Поэтому сюда очень часто приезжают компании на шашлычок, либо просто отдохнуть. Обратите внимание, что многие туристические агентства Украины предлагают сюда свои экскурсионные туры. А вы, жители Днепра, были в этом месте? Сейчас с вами прогулка подходит к концу. Мы хорошо погуляли, подышали свежим воздухом, подышали сосновым лесом, отдохнули духовно. Детки поиграли на детской площадке. Поэтому мы зарядились мегапозитивом. И теперь едем домой. Не забудьте мне поставить пальчик вверх. А также подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Вас еще ждет много чего интересного. До новых встреч! Пока-пока!